каждую неделю мы читаем новости о домашнем насилии каждую неделю мы читаем комментарии как правило бородатых комментаторов под этими новостями о том что женщина виновата сами каждую неделю мы читаем сообщение о том что ежели бы хотела ушла бы каждую неделю можно проводить опросы наподобие этого которые говорят что каждая третья женщина в узбекистане сталкивается с насилием со стороны мужей бывших партнеров или других близких людей уточню домашнее Насилие может быть физическим, психологическим, сексуализированным, экономическим, разрушает не только самих жертв, но и их детей и будущее. Многие жертвы сталкиваются с насилием на протяжении многих лет, но лишь единицы из них обращаются за помощью. Существует множество причин, по которым женщины могут молчать. Это и страх, и социальное давление, и недостаток доверия к правоохранительным органам и судебной системе. Любой гражданин страшно переживал по этому поводу, думал о том, как же это исправить. Вместе с любым гражданином страшно переживали по этому поводу и депутаты. И вот 28 февраля на очередном пленарном заседании депутаты в первом чтении приняли закон о защите женщин и детей от насилия. Называется он, как и все законы в Узбекистане, чудовищно громоздко. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей. Совместно с депутатами над законами билась и рабочая группа активистов и людей, которые видят ситуацию с домашним насилием каждый день. Закон депутатами был принят, однако есть одно «но». Как говорят представители рабочей группы, практически все ключевые предложения отклонены. Та-дам! Например, домашнее насилие так и не было криминализировано. То есть в Узбекистане до сих пор нет подобной статьи. Если мужчина изобьет женщину, жену, то судить его будут за побои или за другие статьи согласно последствиям. Хотя еще недавно глава Сената Танзиля Нарбаева очередной раз заявляла, что действующее законодательство не определяет понятие домашнего насилия и не устанавливает меры ответственности за него. И это стоит исправить. Не лучше обстоят дела и с насилием в отношении детей. Сексуальная эксплуатация детей все еще остается полностью нераскрытой. Статья должна применяться в тех случаях, когда несовершеннолетнее лицо используется в сексуальных целях и даже в получении выгоды от этого. Еще одно предложение, которое не приняли, это охранный ордер для женщин, который не распространяется автоматически и на их детей. Чтобы не оставить своего ребенка с агрессором, даже получив орден, женщины часто не могут покинуть свои дома и защититься от угрозы. Все еще нерешенным в сексуализированных преступлениях в отношении детей остается и момент заведомости возраста. Что это такое? А это такое, что по международным стандартам ребенок до 16 лет не может дать согласия на секс. В некоторых странах этот возраст вообще от 18 лет. А значит, знание или незнание возраста ребенка не должно служить лазейкой для избежания более строгой ответственности за насилие. Преступники, чтобы убежать от ответственности за изнасилование, могут использовать лазейку в виде заведомости возраста. В этом случае зоумышленник может утверждать, что не знал возраста жертвы и поэтому не виноват. После принятия законов стало ясно, что в уголовном кодексе все еще остается институт примирения по половым преступлениям. Он не может соответствовать принципам права судьи, ведь позволяет преступнику избежать наказания и создает проблемы для жертв, которые не могут получить справедливость и законность в отношении совершенного против них преступления. В этом случае зоумышленник может примириться с жертвой или откупиться у нее же, что оставит его без ответственности за преступление. Изнасиловал – откупился. Изнасиловал – женился. На пару месяцев. В обоих случаях примера преступника не накажут. Круто, да? Рабочая группа предлагала признать сексуализированные преступления против лиц с инвалидностью как оттягчающее обстоятельство, но, увы, это не нашло отражения в поправках. Если вы думаете, что людей с инвалидностью не насилуют, пользуясь их уязвимостью, то у меня для вас есть наш выпуск по ссылке в описании. И это только небольшая часть того, что практики предлагали улучшить теоретикам. Как мы скоро узнаем, теоретики победили. Но есть и щепотка плюсиков. Некоторые поправки все же приняли. Экспертам удалось добиться. Продление охранного ордера до одного года по решению суда. Раньше этот срок составлял всего два месяца. Получилось ужесточить ответственность за сексуализированные преступления в отношении детей. Ранее за это наказывали общественными или исправительными работами максимум лишением свободы от одного до двух лет. Кринж вообще полный на самом деле. Теперь же могут даже лишить свободу на срок от трех до пяти лет. А в оттягчающих обстоятельствах даже до 15 лет тюрьмы. Принуждение к половому сношению теперь безличное. Ранее в кодексе было прописано, что жертвой в ходе принуждения к половому сношению является исключительно женщиной. Теперь же это может быть любое лицо. Ведь преступление может быть совершено и в отношении мужчин-мальчиков. Наконец, в административный кодекс ввели ответственность за сексуальное домогательство. К сожалению, за рецидив наказание не прописывается. А самоопределение очень схоже с хулиганством. Я бы не хотел под конец проводить какие-то высокопарные выводы, кроме одного. Днем ранее Сенат одобрил закон, предусматривающий наказание вплоть до уголовной ответственности за привлечение учителей к принудительным работам. Осталось дождаться президента. Я загораю от нетерпения, будь ли она или нет. Это было объявлено прям в большой такой пол. Давайте подумаем. Нам понадобилось 6 лет нового Узбекистана, чтобы принять очевидный закон. Мне кажется, поэтому, собственно, никто и не удивляется новостям о том, что, например, самаркандцы пачками платят по 40 тысяч долларов, чтобы бежать через степи и стены из Мексики в США. Вряд ли они делают это ради того, чтобы поделиться хорошими новостями о наступившем третьем ренессансе у нас стране. С праздником, милые дамы! Еще одна новость от партнера выпуска – таможенного комитета. Настали те времена, когда таможенный комитет делится новостями у простых блогеров. В Ташкете во время оперативно-розыкнового мероприятия в отделе по борьбе с контрабандой управления таможенного комитета в одном из домов Мирбатского района была обнаружена и изъята коллекция нелегальных сигарет. Если точнее, то в доме незаконно хранилась табачная продукция аж 144 наименований. Изъятые табачные изделия не были маркированы обязательными акцизными марками и кодами цифровой маркировки. Ну и предупредительных надписей о вреде табака на упаковку сигарет тоже не было, что доказывает, что продукция была контрафактной. А мы знаем, что в составе контрафактной продукции может быть все, что угодно. А это я еще не сказал о вреде курения в целом. Если не верите, посмотрите, вот наш выпуск, он доступен по ссылке в описании. Кроме ущерба здоровью, контрафактная продукция это еще и недополученные налоги в бюджет, на которые наша с вами родина живет. Если по пути к ней его и сам бюджет не пощипают, само собой. Общая стоимость изъяток в данном случае сигарет превышает 4 миллиарда сумм. Это значит, что если бы владельцам этих нелегальных сигарет удалось продать весь свой товар, то сумма ущерба госбюджету составила бы 2 миллиарда 528 миллиардов сумм. И это только по одной партии, изъятого контрафактом. Согласно информации таможенного комитета, за 22 год и за прошедший период текущего года предотвращен незаконный оборот на общую сумму чуть менее 37 миллиардов сумм. Считайте сами, сколько денег могло уйти мимо казны. Кстати, за продажу нелегальных сигарет, согласно статье 186, часть 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, можно получить до 12 лет лишения свободы. Подумайте об этом, друзья.